Нам нужно понять, мои братья, что наша религия, наши халяли, наши харамы, понятия верного и неверного, существуют, потому что так предписал Аллах. И на этом все разговоры закончены. На этом точка. Точка. Сегодня мусульмане лезут из кожи вон, придумывают какие-то странные теории, почему мы делаем так или почему мы не делаем эдак, пытаясь угодить массам. Но это не ваша задача. И это не моя задача. Почему это халяль? Кто так решил? Потому что Аллах сказал, что это халяль. А почему это харам? Почему? У вас какие-то сомнения? Потому что Аллах сказал, что это харам. Точка. Точка. На этом разговор закончен. И если вы попробуете любой другой метод, вы собьетесь толку себя и других. Приведу вам пример. Мне нравится этот пример. Он словно сошел с конвейера и применим к каждому мусульманину. Почему свинина? Харам. Валлах, только сегодня я ехал в машине с немусульманином, и он задал мне этот вопрос. Свинина, почему она харам? Я слышал самые занятные ответы от мусульман. Брат, фу, харам, потому что в ней же живут какие-то черви, и сколько ее ни вари и ни жарь, от них, как от бактерий, уже не избавиться. Да и ученые доказали. Валлах, меня просто поражает, что говорят мусульмане. Мои братья и сестры, почему же свинина харам? На самом деле, если вы усвоили начало моей лекции, харам, потому что кто так сказал? А мне обязательно знать, почему? Нет, можно, пожалуйста, не проблема. Но мне, мне лично обязательно знать, почему? Халас, харам. Аллах сказал, харам. Хабиби, он знает то, чего не знаю я. Он знает, я не знаю. И когда тот же Аллах, аззу-ваджаль, велит мне, сторонись этого, разве это потому, что Аллах хочет испортить мне праздник? Или Аллах хочет лишить меня радости? Когда Аллах велит мне сторониться этого, это для моего же блага или нет? Это для моего же успеха или нет? Так почему же я сторонюсь свинины? Потому что в ней бактерии? Потому что она розовая, и её хвост крючком? Некоторые братья считают, что это из-за её хвоста. А некоторые считают, что это из-за её пятачка, что якобы, когда она упала на землю, она свалилась мордой вниз. Самые глупые причины. Глупее просто не придумаешь. Разве поэтому свинина — харам, мои братья? Разве поэтому мы не едим свинину? А знаете, в чём проблема всех этих аргументов? Знаете, в чём проблема? А в том, что, к сожалению, наука сегодня, та фитна, которую мы называем наукой, Аллах — это серьёзная фитна. Серьёзная фитна. Наука и учёные постепенно замещают Аллаха и Его Пророка. Они постепенно замещают Аллаха и Его Пророка в глазах многих мусульман. А проблема всех этих аргументов в следующем. Если же я начну говорить, что свинина — харам, то есть запрещена, потому что в ней бактерии, независимо от того, сколько вы будете варить, жарить или парить её, вам от них не избавиться. И если брат скажет мне, «Послушай, а что если мы создадим свинью, создадим в лаборатории, с гарантией, что в ней не будет никаких бактерий, вы станете её есть? Но вы же сами сказали, что вы не едите её, потому что бактерии. А если в ней нет бактерий, её можно есть? Хабиби хоть в лаборатории, хоть в Джиганнаме. Она харам, потому что Аллах сказал, что харам. И на этом вопрос закрыт. Я полностью покорился Богу, Всевышнему Господу. Он приказал мне сторониться этого, и я сторонюсь. Приятно, полезно, великолепный вкус, глисты, черви, бактерии. Мне без разницы. Мой Господь приказал мне сторониться, и я сторонюсь. Почему мы не едим её? Потому что Аллах так приказал. Вот и всё. И на этом разговор закончен. Тот парень в машине сегодня меня спрашивает, а почему? Почему вам нельзя есть бекон? Я ответил ему, потому что мой Господь велел мне сторониться его, и я сторонюсь. Он удивился, и что, всё? Я говорю, да, всё. Никакого проклятия, и не потому что это какое-то дьявольское животное, обычное животное, как и все другие, творение Аллаха. В этом отношении мы его любим. В этом отношении. Это творение Аллаха, поклоняющееся Аллаху. У него своя мирская роль, свой смысл. Но Аллах приказал нам сторониться его. В Аллахе он удивился. Неужели это всё? Просто мне один парень рассказывал, что якобы оно совершило совокупление перед Господом, и Господь якобы проклял его. Какой-то мусульманин. В Аллахе какой-то мусульманин. Понимаете? И вот... И вот, собственно, и всё. Харам, потому что Аллах сказал «Харам». И на этом разговор закончен. Вот и всё. И на самом деле нужно понимать, скажем, почему женщины покрываются. Почему? Потому что так велел Аллах. Почему мы постимся в месяц Рамадан? Нет же, потому что какие-то учёные доказали, что если поститься, то с вашим телом происходит что-то невероятное. Я не сомневаюсь, что пост несёт в себе много разной пользы. Безусловно, я в этом не сомневаюсь. Но мы поступаем так, потому что Аллах так велит. Точка. Точка. Не пытайтесь выйти из себя вон, чтобы убедить кого-то и придумать какую-то невероятную теорию. Мы с вами, как мусульмане, поступаем так, потому что нам так велит Аллах. Или не поступаем так, потому что Аллах, аззу-ваджаль, нам так велит. Он ведает о том, о чём не ведаю я. И моя обязанность, как мусульманина, всецело покорившегося Аллаху, слушаться и подчиняться. И если я буду слушаться и подчиняться, нравится это кому-то или нет, вы обретёте счастье и успех в этом мире и в мире вечном. И знаете, что удивляет, братья? Знаете, что удивляет? Как иногда кто-то говорит, «Не, брат, я не такой. Мне нужно знать». Опять же, это дверца шайтана. «Нет, брат, мне нужно знать». Хабиби, послушай, лучше не кипятись. Присядь, пока ты не сделал себе больно. Когда ты принял Аллаха в самом начале, ты принял Его как Всеведущего. Разве не так? Всевидящего, Всезнающего, Всемогущего. И когда Аллах не спосылает мне запрет на что-то, то мне совсем не обязательно проводить анализ. Можете и провести, пожалуйста. Нет ничего плохого в том, что вы пытаетесь понять скрытую мудрость. Но подвергать сомнению Аллаха. Почему Аллах? Почему? Почему Аллах приказал так? Почему Аллах решил, что это халяль? Почему Аллах решил, что это харам? Хабиби, послушай, кто мы с тобой такие, чтобы ставить такие вопросы? Кто мы такие, чтобы ставить такие вопросы? Кто мы вообще такие? И тот же самый, что, кстати, очень интересно, Тот же самый брат. Каждый из нас отдельно взятый, все мы проявляем покорность перед кем бы или перед чем бы то ни было, но только не перед тем, перед чем следует покориться с закрытыми глазами. И я приведу вам пример. Валлахи, большинство из нас, это так, чтобы не было неприятностей, большинство из присутствующих здесь, когда вы на приеме у врача, разве у кого-нибудь вызывает сомнение решения врача? У вас вызывает? Нет? Скажем, в целом, когда мы идем на прием к врачу, мы же не знаем, откуда он, где он был и... Вы и представления не имеете. Валлахи, у вас и представления нет. Вы приходите к врачу и... Валлахи, я и не знаю, зашел в кабинет, и передо мной сидит какой-то человек в белом халате за столом, а на стене за ним висят какие-то сертификаты. А что вы еще от меня хотите? Брат, а что ты хочешь? Я зашел в кабинет, он сидел в белом халате за красивым столом, у него была дорогая ручка и все эти сертификаты. Нет, подожди, откуда сертификаты? Кто их подписал? А существует ли этот университет вообще? У вас и представления нет. Вы же ничего не проверяли, ничего не узнавали. А почему же тогда вы тут не применили свою логику? Почему мы придираемся, когда нам хочется? Почему, когда я пекусь о здоровье, я иду к врачу, сажусь перед ним, рассказываю ему о том, что меня беспокоит, и он строчит что-то на листке бумаги? Вы когда-нибудь видели почерк врача? Только честно, в Аллахе, вы видели? Да вы меня хоть убейте, хоть убейте меня. Если бы на бланке не было печатных букв, никто бы и не понял, где верх и где низ. И не догадались бы. Это просто каракули. И он выписывает вам, и вы понятия не имеете, что он вам говорит. Он пытается объяснить, а вы ему только м-м-м-а-а-а-мучите что-то в ответ. Вы изо всех сил стараетесь не выглядеть перед ним дураком. А, да, м-м-м-м, да. Хотя вы вообще без понятия, о чем он. А он что-то вам объясняет. А потом он выписывает вам рецепт. И вы берете рецепт, и по пути в аптеку пытаетесь разобраться. Но, в Аллахе, вы даже понятия не имеете. Но вас это устраивает. Вас это устраивает. Устраивает. Он же врач. Один галстук чего стоит. У него даже запонки были. Не какие-то там пуговицы. У него запонки были. Не-не, он серьезно, при деньгах. А потом вы берете рецепт и по пути в аптеку рассматриваете свой рецепт и думаете, что за ерунда какая-то. Затем вы заходите в аптеку, и я скажу вам, круче врача для меня, наверное, только аптекарь. Потому что мы с вами знаем, что все, что вселяет в нас доверие аптекарю, это что? Это его белый халат. И если вас обслуживает кто-то без него, тогда подождите, позовите мне вон того человека, пожалуйста. Тот подходит, смотрит на листок бумаги, который вы рассматривали полчаса без всякого понятия. Он смотрит, и даже секунды не проходит, и типа, ага, ясно. Подождите, что значит, ага, ясно? Откуда? Там же каракули. Он уходит и приносит вам лекарства. Лекарства. И рассказывает вам, принимать по одной таблетке три раза в день после еды и так далее. Вы принимаете, но вы понятия не имеете. Вы понятия не имеете. Никто из нас и не посмотрит на упаковку, и не скажет, а почему тут только 0,2 грамма аксомолаптуса, и пойди разбери, я сам понятия не имею. У вас нет сомнений. Вы и не спросите, и вы будете принимать его три раза в день после еды. Почему? А потому что так сказал врач. Врач знает то, чего я не знаю. Если хочешь поправиться, лучше делай то, что тебе сказал врач. И на протяжении всего процесса ты даже не задал ни единого вопроса. Ты даже и глазом не моргнул. Один выписал другому, и ты готов проглотить посторонний предмет, таблетку, запихнуть себе в горло, запить водой с якином и с твердым убеждением, что это мне во благо. И после этого каждый, кому не лень, подвергает сомнению Аллаха и все, что он разрешил или запретил. Ялла, теперь вернемся к нам. У каждого есть свое мнение. И каждый подвергает сомнению Аллаха, почему он так и почему он не так. Брат, а почему надо делать так? Убеди меня. Убеди меня. Твой аргумент недостаточно убедителен. Серьезно? Серьезно? Вы сами с собой не можете разобраться. Если я предложу вам выбрать любое число от двух до десяти, вы даже не поймете, какая зона мозга за это отвечает. Однако у вас хватает совести ставить под сомнение Аллаха, почему он так и почему он не так. Но что еще хуже, после этого у вас хватает смелости ходить и всюду представляться мусульманином. Хабиби, я не знаю, о каком исламе ты говоришь. Потому что если мы вернемся к началу моей лекции, то это не ислам. Ислам — это покорность целиком и полностью Аллаху. Полностью. Аллаху неинтересно, что думаете вы или что думаю я. Аллаху неинтересны наши с вами чувства. Аллаху неинтересны мнения или же какие-то настроения на улице. Общественное восприятие. Хабиби, оставь это демократии. Но не трогай ислам. Религия Аллаха совершенно. Она не открыта для торгов. Хотите внести свои правила? Пожалуйста. Только не называйте это исламом. Не надо крутить и вертеть религии Аллаха, пытаясь подогнать ее под свои капризы и похоти. Так не работает. Это не ислам. Это ваш личный взгляд на событие. Ислам — это то, что велит Аллах и его пророк. Нужно понимать, мои братья и сестры, потому что сегодня под ударом ваша акейда, под ударом ваша вера, чтобы заставить вас усомниться в своей собственной вере. Мусульман. Оставьте не мусульман. Валлахи, мусульман. Тебе, почему? А ты уверен? А ты уверен, брат? Ну, тут кажется, что-то не так. Или еще хуже. Как-то несправедливо получается. Вау, справедливость? А кто тебя назначил мерилом справедливости? С каких это пор мы сами стали определять, что справедливо? Разрешите мне привести вам один аят из Курана. И я прошу вашего полного внимания. Пожалуйста. Валлахи, я прошу Аллаха, чтобы суть этого аята проникла в ваше сердце, и мы с вами поняли, что тема, которую я пытаюсь поднять, играет настолько важную роль, что вы просто представить себе не можете. Аллах, аз-за-ваджаль, в суре «Ан-Ниса», обращаясь к Расулу Аллаху, саллаллаху алейхи вассалям, я прошу вас, сосредоточьтесь. Аллах, обращаясь к Расулу Аллаху, в суре «Ан-Ниса», и в этом лежит наша вера, мои братья. Если я утверждаю, что я мусульманин, это означает, что я покорился полностью. А не периодически, когда вдруг что-то стряслось, и погоди, тут надо, типа, что-то где-то. Нам надо с ним собраться и обсудить. Надо обсудить. Что же Аллах говорит в Куране? Аллах обращается к Расулу Аллаху, саллаллаху алейхи вассалям, и кто находился в его окружении? Кто был в окружении пророка Аллаха? Он был в окружении людей, которых Аллах превознес в Куране за какое качество? За какое качество Аллах превознес их в Куране? Что сказали сподвижники? Они сказали, мы слушаем, и мы повинуемся. А не слушаем, и сомневаемся. А не слушаем, и погоди, дай мне немного поразмыслить. А не, я услышал, но дай мне сначала обсудить со своей братвой, и что они скажут. Нет, нет, нет. Аллах превознес их в Куране за это качество. Они слушают, и если это достоверно, если это от Аллаха и его пророка, то это абсолютная истина. Никаких сомнений. Так вот, Аллах обращается к Расулу Аллаху, саллаллаху алейхи вассалям, в суре «Ан-Ниса». Валлахи, я даже не знаю, как начать. Аллах, вы только посмотрите, какое у Аллаха вступление. Аллах начинает аят «Фаля вараббика». Аллах клянется самим собой. Вау, какое вступление. Скажем, иногда вы встречаете кого-то. Саламу алейкум, алейкум, салам. Брат, как тебя зовут? Брат, меня зовут Мухаммад. А представьте себе, вы встречаете кого-то. Саламу алейкум, алейкум, салам. Брат, как тебя зовут? Он в ответ, «Валлахи, меня зовут Мухаммад». Уууу, расслабься, тормози, братан. Вау, вау, тормози. Успеваете за мной? Аллах обращается к раз. Вау, как же мне не хватает времени. Как же не хватает времени. Аллах говорит. Кур'ан, мои братья, Кур'ан. Хотите знать, почему наша тема сегодня так важна? А потому что это ваша религия. Это ваша атыда перед Аллахом. Это ваша вера. Аллах говорит в Кур'ане. Фаля ва раббика. Я клянусь самим собой, я, Расулулу. Все эти сподвижники, все эти люди никогда не уверуют. Их вера навсегда останется незавершенной. Ваш иман недостаточен. Ля юминуна. Кто обращается? Кто? Не какой-то там шейх. Это не мои личные мысли или мнения. Это ваш Аллах обращается к вам. Ты, о, Расулуллах. Аллах говорит. Они никогда не уверуют. Их вера навсегда останется незавершенной. Пока они не выберут тебя, о, Расулуллах, судьей. Не в некоторых делах. Никогда им захочется. Никогда они решили подойти выборочно. Аллах говорит. Пока они не выберут тебя судьей в... Во всех своих делах. Религия. Это и есть религия. Вы хотите ислам? Выйдите на улицу. Валлахи. Люди сбились. Люди потерялись. Валлахи. Даже среди религиозных людей. Валлахи. Я даже уже сам не знаю, где провести границу. Пока они не выберут тебя судьей, о, Расулуллах. В чем? Братья мои, это для вас. Сегодняшняя лекция, хутба. Забудьте про тех, кого сегодня нет. Подумайте о себе. Именно поэтому мы и стараемся. Почему? Почему наши брачные союзы разрушаются? А знаете почему? А потому что в реальности Аллах и Его Пророк не являются судьями во всех наших делах. Они судьи лишь в некоторых наших делах. В делах, которые нам по душе. В делах, которые устраивают меня. Улавливаете? Аллах говорит, пока они не выберут тебя, о, Расулуллах, судьей, во всех своих делах. Разве на этом Аллах закончил аят? Пожалуйста. Я прошу вас. Сура Аниса. Вернетесь домой, у Аллаха. Просто прочитайте этот аят. Какой блестящий аят. Пока они не выберут тебя судьей во всех своих делах. И им, Расулуллах, не только следует назначить тебя судьей во всех своих делах. Но у них не должно быть никакого стеснения, никакого дискомфорта, никакой неприязни, каким бы ни оказалось твое решение. Вы еще тут? Когда Аллах и Его Пророк выносят решение, вы Его не просто принимаете. Аллах... Нет, нет. Аллах требует больше. Вы Его не просто должны принять, но при этом вы не должны испытывать никакого стеснения, никакой неприязни, каким бы ни было окончательное решение. Никакого хараджа. Никаких... Да, хорошо, но... Нет. Если это приказ Аллаха и Его Пророка, и если это решение Аллаха и Его Пророка, то тут нет места никакой неприязни. Вы думаете, на этом Аллах закончил аят? Кто знает концовку аята? Кто? Кто? Баракаллауфик. Аллах говорит, им следует не просто довольствоваться решением, а вернемся к самому началу моей лекции. Уа-ю... Уа-ю саллиму таслима. Аллах говорит, и им не только следует назначить тебя судьей, им не только следует принять любое твое решение, им не только следует быть довольными твоим решением, а им следует подчиниться. На 50 процентов? На 80 процентов? Насколько, братья мои, полностью подчинится Аллаху? Это и есть религия. Аллах приводит замечательный аят в Куране. Что говорится? Аль? Мин амрихим. Аллах говорит в Куране, просто прислушайтесь, что не подобает. Аллах говорит, что не подобает верующему мужчине. И верующей женщине, что если Аллах и его посланник уже приняли решение, чтобы у верующего мужчины или женщины было, было свое мнение по этому поводу. Чьи слова? Религия Аллаха — это вам не игра, мои братья. Религия Аллаха — это вам не болтовня. Валлах, это не обсуждение чемпионата мира, игроков или же команд. Религия Аллаха — совершенно и безупречно. От меня и от вас требуется лишь подчиниться полностью. Валлахи, и я попрошу, будьте очень осторожны, иначе эти слова могут открыть множество ворот фитны для некоторых людей. По мне, лучше, если кто-то скажет мне, послушай, религия Аллаха — совершенно, но я слаб, я не могу совершать этот обряд поклонения. Не сочтите это за оправдание. По мне, лучше, если вы скажете, послушай, религия Аллаха — совершенно, но я не могу в настоящий момент, сейчас, но, иншааллах, я работаю над собой. Чем крутить и вертеть религии Аллаха с тем, чтобы подогнать ее к своим капризам и похотям. Эта религия основана на покорности, подчинении моей братье. Если Аллах велит прыгать, что мы говорим в ответ? Как высоко. И только не впускайте мысль, типа, мне нужно разложить все логически. Хабиби, у Аллахи логика подойдет, чтобы установить существование Аллаха. Что касается веры, или же в общении с немусульманином, можно предложить ему прибегнуть к логике, чтобы закрепить существование Бога. Но как только вы это установили, после того, как вы установили существование Бога, и вы установили, что Аллах, аз-за-ваджаль, существует, и что у Него есть Писание и Посланник, то теперь куда можно прибрать логику? Куда мы убираем логику? Хабиби, просто отложи логику в сторону. Мы уважаем логику. Но в исламе преобладает не логика, а покорность. И Али ибн Абиталиб сказал очень важную вещь. Он сказал, что если бы ислам был основан на логике, то мы бы протирали нижнюю часть своих носков, а не верхнюю. Покорность. Почему мы совершаем тававу вокруг Кабы семь раз? Кто-нибудь знает? Кто знает? Потому что ученые говорят, что сойдутся звезды и луна, и брошенный камень вернется как бумеранг? А знаете, сколько братьев и сестер... Валлах, я не шучу. Вы знаете, сколько братьев и сестер не могут получить удовольствие от своего хаджа или умры? Он стоит и смотрит на Кабу. Это же главный момент, по сути, точка отсчета в жизни. Брат, а почему они обходят против часовой стрелки? Почему все обходят в обратную сторону? Я Аллах. Погодите, а почему семь раз? Почему не пять? Покорность. Хабиби, у Аллахи, просто подчинись. Но, опять же, некоторые братья могут сказать, «Валлах, но мне тяжело». И я приведу вам пример. Когда у женщины умирает муж, или если она разводится, она соблюдает период, именуемый «идда». Это как можно правильнее перевести «идда»? Остывание, да, но не совсем период остывания, чтобы не подумать, что она металась по стенкам, и теперь ей нужно отдышаться. Но можно сказать время остывания. То есть, если муж умирает, или если женщина разводится, то если муж умирает, то срок составляет 4 месяца и 10 дней. А в случае развода, если я не ошибаюсь, ей нужно пройти 3 цикла. 3 цикла месячных. И в этот период ей не разрешается снова выходить замуж. Ей следует проводить все это время в уединении и находиться дома. И сколько раз ко мне обращались. Но, брат, почему? Нет, почему? 4 месяца и 10 дней? Что это за зульм? Притеснение какое-то? А разве Аллах притесняет, братья? Но почему? Почему 4 месяца и 10 дней? Почему она должна ждать 3 месяца? Почему 3 цикла? Почему? И тут братья начинают, типа, согласно некоторым ученым, и на самом деле я нашел реальное исследование, и мне оно показалось весьма интересным. Но на этом я его и оставлю. На этом и остановимся. Мне действительно было интересно, что когда выделения мужчины и женщины смешиваются, при половой близости их выделения смешиваются. И существует мнение, что мужское семя оставляет определенный штамм, некий след в женщине. И ученые говорят, на самом деле, ученые говорят, что может потребоваться до 3 месяцев, пока след этой жидкости не исчезнет. Да, интересно. Но разве поэтому женщинам велено выждать 3 месяца? Разве поэтому? Так почему же следует выждать 3 месяца? И если бы эта сестра осознала, что это только лучше для нее, то что? То она бы выждала 3 месяца? Допустим, что иногда сестра начинает вдруг умничать. Брат, но у меня не было близости с мужем уже 6 месяцев. Тут мне и так понятно, что это правило ко мне не относится. Тут мы ей отвечаем. Сестра. Поскольку она уже разведенная. Быть может, вы и исключение. Но только в шариате все устроено не так. Когда Аллах издает закон, он распространяется на всех. Поэтому даже если у вас не было близости с мужем, вам все равно придется выждать 3 месяца. Нет, но почему? Глупость какая-то. Минуточку внимания. Я неспроста привожу этот пример. Сестра. А когда вы управляете машиной? Скажем, вы едете в 3 часа ночи. На дороге нет ни души. Только вы одна. И на светофоре горит красный. Вы остановитесь или поедете дальше? Брат, ну какая тут связь с моим вопросом? О, Аллах. Просто... На улице 3 часа ночи. На дороге ни души. Я еду на машине, и мне горит красный. Нужно остановиться или ехать дальше? У вас какие-то сомнения? Вы что, правил не знаете? Все уже поехали? Или все уже давно уехали? Ага, так стоим или едем? Обычно мы стоим. Но мы же не хотим, как обычно, брат. Я же шофер. Я знаю, как надо ездить. Да и я уже посмотрел по сторонам, и никого нет. И если я буду стоять, брат, Аллах пройдет вечность. Нет, надо остановиться. Даже если ты не создаешь ни для кого опасности. И никто не пострадает. Но правило есть правило. Поэтому стой. И вы без всяких проблем остановитесь на красный свет. Разве не так? А с Аллахом и Его решением у меня почему-то проблема. Что бы нам ни повелел Аллах, мои братья, нам следует выполнять. И всего того, что Он запретил, нам следует остерегаться. Понятно нам это или непонятно? Потому что мы мусульмане, и мы покорились Аллаху полностью. Итак, я уже заканчиваю. Поверьте, мы и так уже долго. Я заканчиваю. Это совсем не значит, что мы не можем попытаться понять скрытый смысл каких-то решений. Потому что Ибрагим, алейхиссалям, спросил Аллаха согласно Курану. Он обратился к нему. О Аллах, покажи мне, как ты оживляешь мертвых. Что Ибрагим, алейхиссалям, согласно Курану, говорит Аллаху. О Аллах, покажи мне, как ты оживляешь мертвых. И какой вопрос тут же прозвучал от Аллаха, прямо вслед? Что Аллах сказал Ибрагиму вслед за его вопросом? Кто мне скажет? Как-как? Первое, что Аллах говорит Ибрагиму. Ибрагим, разве ты не веришь? Ты вопрошаешь? Ты сомневаешься? И что Ибрагим сказал в ответ? Он сказал, нет, Аллах, я верю полностью. Абсолютно никаких сомнений. Валякин, но просто чтобы укрепить свой иман. Я не сомневаюсь в тебе, Аллах. Я знаю, что ты можешь. Но я хочу, чтобы ты показал мне, чтобы укрепить свою веру в тебя. И тогда Аллах велит ему взять птиц, отнести их на вершины четырех гор и позвать их к себе и так далее. Поэтому нет ничего страшного в том, что вы хотите познать мудрый смысл, скрытый за чем-то, чтобы укрепить свою веру. Но никогда не ставьте под сомнение Аллаха и его пророка. Никогда. Если все достоверно, и вы знаете, что все чисто, и вы знаете, что это только во благо мне, Аллах никогда не причинит мне вреда, как бы трудно мне не было. Субтитры сделал DimaTorzok